приветствую вас друзья меня зовут александр вы на канале есть вопрос и сегодня у нас 3 выпуск про 3d модель и по совету подписчикам мы сегодня будем пробовать рисовать в программе компас и вопрос у меня один на самом деле не вопрос я еще раз напоминаю что мы с вами здесь это не туториалы по рисованию это только для того чтобы вы посмотрели как я это делаю и может быть выбрали ту или другую программу для 3d моделирования компас относится к серьезному программному обеспечению с перспективой роста то есть он используется на больших предприятиях для 3d моделирования то есть там есть отдельно для схемотехники история отдельно для 3d моделирование то есть каждый найдет в нем то что необходимо при этом если вы и начинаете компас осваивать соответственно вы профессиональной своей деятельности уже сможете дальше реально применять и в компасе есть все что вам необходимо то есть здесь уже никаких кастелей не будет единственное с чем я столкнулся смотрите когда мы заходим на официальный сайт компас давайте посмотрим прямо компас 3d допустим до заходим на официальный сайт давайте посмотрим форматы работы то есть нас интересуют продукты и вот для дома учебы есть компас 3d home компас лт да и учебная версия соответственно каждой версии есть какие-то ограничения вот компас лт это вообще бесплатная версия я его скачал установил и столкнулся с тем что я не смог конвертировать и выставить соответственно мне пришлось скачивать поскольку я не спланирую заниматься коммерческой деятельностью именно в этом софте а просто для того чтобы снять ролик я скачал учебную версию без ограничений установил это можно сделать вот здесь нажав скачать заполнив простую форму и собственно все вы получите доступ к папочке папочка у меня распаковалась вот здесь компас 3d весит 2 и 9 гигабайта и простая установка нам позволяет да опять же попасть в это программное обеспечение вот учебная версия пока она запускается я вам напомню что мы сегодня рисуем все то же самое но с одним небольшим отличием смотрите мы будем рисовать с вами вот этот цилиндр вот такой только поменьше вот такого размера на и в серединке в отличие от предыдущих у нас будет вот такое отверстие мы туда вставим орг стекло а как мы это с вами сделать реализуем да то есть про что это сказать про то что все параметры абсолютно такие же просто крышка у нас будет более хитрый у нас будет там тройная ступень за этим наблюдать внимательно поскольку мы работаем сейчас с вами только с окружности это позволяет я вот сейчас когда рисовал это уже понял прямо дотошно изучить навык работы с окружностями не меняя объекты уже не отвлекаетесь на там неважно кого размера это окружность вы уже начинаете понимать как вы делаете выдавливание как вы делаете выборку из объекта да когда выдавливание внутренние до отверстия это классно смотрите вот это у меня то что я уже тренировался нарисовал мы с вами создаем новый объект тут важно понимать компас это серьезная система давно нам с вами сейчас нужно выбрать создание детали сборка это когда мы проверяем собирается ли несколько деталей одна помещается в другую нам это неинтересно чертежи вы понимаете что это чертеж который опять же на предприятиях используют а здесь опять же мы видим с плоскость и мы понимаем что раз в первой программе мы тоже работали с плоскостями значит мы должны какую-то выбрать я выбираю плоскость основную для себя правой кнопкой кликаю и нажимаю создать эскиз смотрите хоп и плоскость ко мне поворачивается нужной стороной далее нам нужно с вами нарисовать окружность мы с вами нажимаем кнопочку окружность и здесь у нас есть параметры диаметр вот диаметр или радиус но мы будем работать давайте сегодня сняли радиус 50 нажимаем ok и сразу ставим центр координат шлеп все собственно окружность нарисовали дальше нам надо ее выдавить для этого мы должны выйти из работы с эскизами вот нажав на эту кнопочку хоп все и далее мы ее выдавливаем давайте найдем элемент выдавливания вот он здесь находится шлепаем по нему и выбираем толщину я напоминаю что у нас с вами заготовка это основа она имеет высоту 47 миллиметров а общая высота с крышкой будет 50 значит мы ставим 47 миллиметров нажимаем окей и соглашаемся с тем что фигура готова нажимаем вот эту зеленую галочку все далее нам нужно из одной фигуру выдавить вторую до сделать такой почти сквозной цилиндр нажимаем на окружность который будем работать то есть вверх крышечки наши выбираем нажимаем так ну ка он за чем у нас тут вот этот поворот как-то неправильно у меня эскиз работал сейчас момент один правка ведь повторить есть у нас последнюю команду а отменить команду нет так давайте зайдем режим редактирования так здесь выйдем здесь у нас сейчас заодно и проверим могу ли я вот это мне не нужно удалить вот все супер мы выбираем верхнюю границу и заходим режим эскиза создательский сход эти классно что у нас есть дерево и мы можем возвращаться все сейчас задаем внутреннюю окружность опять же видите окружность мы уже не заморачиваемся мы это уже все с вами умею и заранее говорим какой диаметр диаметр у нас 46 миллиметров потому что по толщина стенки 2 миллиметра с каждой стороны того 4 50 минус 4 46 миллиметров ok и ставим в центр координат все далее завершаем работу с эскизом нажав на кнопку создать эскиз и задаем толщину если у нас сейчас с вами 47 миллиметров вся заготовка вот это внешне да а мы выбираем внутреннюю часть хотим оставить дно 3 миллиметра соответственно и 47 вычитаем 3 получается 44 мы делаем заходим элемент выдавливания и говорим выдави нам на расстояние 44 миллиметра вот я ошибся момент 1 сейчас мы это все отменим нам надо же не не выдавить а нам нужно выбрать сейчас найдем вырезать выдавливанием вот чтобы он вниз ушел ведь 44 миллиметра сейчас поглядим секунду одно все вот он нам нарисовал что он так сделает нажимаем галочку все и основа у нас с вами готово все далее мы делаем файл сохранить как сохраняем нужную папку смотрите как я это буду делать выбираем папочку нашу 3d 3d компас создаем папку тест 2 сверху я сохраню модель основную до основа что такое а теперь сохраняем стрельку для печати все сохранить далее создаем новую деталь и делаем собственно сами тоже самое выбираем плоскость которой работаем нажимаем создать эскиз у нас поворачивается создаем окружность ведь и снова окружность и снова мы это умеем 50 миллиметров стоят по центру нажимаем раз фигуру то есть вот благодаря однотипным действием мы с вами закрепляем результат элемент выдавнием выдавливание 3 метра в этот раз нас интересует сделали основу крышки далее делаем внутреннюю часть выбираем плоскость которой работаем верхнюю часть верхнюю часть зелененький выделалась создаем эскиз он нам сейчас повернется нужной стороной как нет нет ну-ка вернись на место вот сейчас создать эскиз вот верхняя часть нас интересует ну давайте попробуем соответственно 40 что у нас 46 миллиметра снова нажимаем кнопку видите мы где создали на внутренней части я не хочу потом ничего переворачивать я лучше хочу разобраться что у нас такое за беда происходит хоп-хоп все надо просто полностью выделять вот видите вместе учимся с вами снова нажимаем 46 миллиметров это внешняя часть нашей крышечки говорим что все ты готова все вызываем элемент выдавливания здесь будет выдавливание поднимать можете на любую я считаю что 3 миллиметров не будет достаточно нажимаем ok ставлю галочку все теперь нам нужно сделать внутреннюю выборку с вами как мы делали в предыдущем программном обеспечении для этого все то же самое вот вы видели что нашим зеленая была escape по выделил вы не так надо увеличить и не заморачиваться зелененькая а теперь нажимаем создать эскиз вот он появился нужной стороной как-то избушка так давайте считать сейчас у нас с вами окружность равна 46 миллиметрам соответственно 46 минус 4 42 миллиметра 42 миллиметра вам все и из данной фигуры мы с вами будем делать выдавливание то есть мы выбираем вырезать выдавливание хлоп на глубину 3 миллиметра чтобы получить ступеньку для крепления орг стекла и нажимаем зеленую галочку все смотрите что получилось так вот вот такая крышечка и сейчас нам осталось самое минимальное опять же окружность сделать вот эту ступеньку что получилось вот такая стекляшка точнее ступеньки для того чтобы стекло затолкать соответственно снова выбираем нам нужна внутренняя часть теперь смотрите вот на красная да вот с этой внутренней части мы будем работать нажимаем создать но вот они повернутся насчет не ну вот смотрите ведь он повторил предыдущее действие и вырезала ровно нас это не устраивает не стекло туда не вклея соответственно мы с вами выбираем как нам надо сейчас вот стала зелененьким все нажимаем работа с эскизами снова окружность и снова считаем соответственно у нас сейчас с вами есть 50 46 42 значит 38 38 чтобы получить бортик день все нажимаем закончить вот с эскизом нажимаем выдавливание и здесь снова 3 метра можно так и оставить был он все по теперь стекло мы можем вклеить и установить и у нас все будет нормально акрил я буду использовать толщиной 3 миллиметра хоть материал другой по звуку плюс-минус должно быть что-то похожее ну здесь уже будем чем-то жертвовать жертвовать звуком но при всем при этом смотрите мы создали своими модель все осталось сохранить файл сохранить как сперва сохраняем крышку для следующего редактирования если что-то накосячили и далее сохранить как уже стиль формат ст и все сохранить далее открываем куру и проверяем как это все будет на с вами открываться чтобы визуально посмотреть компас с 2 крышка сперва у нас сюда падает и дальше тут же открыть основа хлоп упал ну выглядит нечеток параметры стиль говорят можно править где-то ну вот распечатаем как есть скорее всего вот как мы видим с вами у нас не будет окружиться будет такими гранями неровными но мы с вами это и проверим нашем случае это будет неплохо вот например да чтобы вы визуально видели я уже рисовал я не помню что это за программа была визуально она мне нарисовала красиво четко гладко а когда я вывел прямо из этой программы меня получилось вот такие грани соответственно через параметр экспорта я должен был задать точность прорисовки это вот эти грани я мог сгладить помните как предыдущим когда мы опять же указывали количество этих грани когда мы указали 100 у нас получилась окружность да когда указа меньшее число у нас получались отрезки более прямолинейно из-за этого а фигура менее походила на окружность все друзья таким образом а мы с вами создали фигуру в компасе 3d и мы видим сколько здесь еще больших большое количество элементов соответственно мы понимаем что для любой задачи это программное обеспечение подходит опять же для инженерной графики в последующем если вы будете изучать вам намного проще будет если вы в школе проходили курс по 3d моделирование у вас интерфейс остался тот же самый просто вы будете на инженерке рисовать сперва в водой а потом изометрии всякие тем опять же будет намного проще работать внутри одной программы другое дело что это программа слишком уж крутая и кому-то она покажется слишком сложно как говорятся пока нет потребностей да мы хотим чего-то попроще ну для каждого опять же докажет цели свое программное обеспечение есть вот я скорее всего остановлюсь именно на компасе для себя другое дело что опять же классно что вы как образовательное учреждение можете скачать совершенно бесплатно этот софт и использовать учить детей на нем и не платить деньги и попробовать здесь и сейчас хоть урезанный функционал да если вы не собираетесь 3d печатать это достаточно классно отличное решение мне нравится далее посмотрим собственно что у меня будет получаться и куча самое важное что куча туториалов мне для того чтобы я разобрался в интерфейсе изначально с какими проекциями как работать я посмотрел 6 минутный туториал по основам 3d моделировки и дела с вами был александр канала есть вопрос пишем свои комментарии ставим лайки дизлайки обязательно не сидите просто так и расскажите мне еще раз какой софт вы используете а на этом собственно мы будем завершать давайте в студию с вами попрощаемся итак друзья давайте зайдем в студию и уже я вам расскажу свое мнение про это программное обеспечение и что собственно мы далее будем с вами делать погнали итак друзья фигура создана я постарался вам объяснить как рисовать в компасе 3d я вас приглашаю сейчас в студию для того чтобы рассказать свое мнение про три программных обеспечения погнали итак друзья хочу завершить три части нашего видео которые мы с вами снимали опять же напомню цель всего этого все это истории это знакомство с программным обеспечением для 3d моделирования с целью дальнейшего понимания боимся мы этого или нет можно мы это будем детям преподавать или это сложно пока для нас то есть я на простых фигуру вот на то что вам объяснить что 3d моделирование достаточно простое если мы опять же используем понятный инструмент и 3d моделирование само знакомство у меня еще цель была такая чтобы вы как педагоги могли использовать 3d принтер во благо своих цель когда у вас что-то сломалось вы без проблем смогли нарисовать простейший элемент да и собственно заменить тот который сломался на примере вот этих шумовых коробочек до которых у меня не доходили руки скажу что работа с 3d принтером в данном случае самый бюджетный вариант создания именно вот этих коробочек потому что когда я рассчитывал сколько нам стоит это делать из массива это выходило очень дорого я понимаю что мы запустить это не сможем в данном случае когда вы делаете вот такие фигуры те которые вам нравятся модели напомню что у нас будут лежать подготовленные в отдельном файлике вы сможете скачать сами распечатать вот когда вы будете работать и создавать вот эти фигуры свои пособия самостоятельно вы в процессе поймете как вы сможете адаптировать то или другое занятие для своих детей потому что никто вам не скажет что надо работать вот в этом софте или в другом все зависит от вашей лексики вашим они от вашего от вашей подготовленности именно с точки зрения предыдущего опыта от того какая у вас группа то есть очень много факторов мы можем говорить лишь о чем-то среднем но все равно выбор стоит за вами и те решения которые вы будете применять на практике все равно они остаются только за вами дети в любом случае будут кайфовать если вы в конце занятий будете хотя бы запускать какие-то модели можете параллельно запускать потому что занятие даже если мы прикинем с вами 40 минут мы с вами простейший вот эту модель здесь не будем объяснять им как рисовать на если мы работаем с большой с большим классом и его рисовать будем только полчаса после этого вы не успеете распечатать модель допустим даже цилиндр будет печататься у нас районе по моему двух часов на черновухе у меня печататься это мой принтер у вас будет быстрее да и крышечка в районе час а таким образом можно допустим крышку запускать печататься в начале одного урока он будет там принтер печатать дети будут параллельно сидеть наблюдать как печатает принтер да и это будет их мотивировать чтобы создать какую-то модель можно устраивать какие-то конкурсы допустим там каждая пятая модель уходит у нас печать можно это выводить потом на допы то что мы создали здесь на дополнительных занятиях вы будете распечатать то есть вовлекать детей в эту скучную, рутинную историю нужно, потому что не будет у нас ручного труда скоро. Все равно все это будет автоматика, и нам нужно детей готовить. Потому что даже вот тот же самый, если мы компас, он уже межпредметный. Он и про аддитивные технологии, и про черчение уроки, которые у вас есть, да, и опять же про информацию. То есть несколько историй он захватывает. Поэтому нужно выбирать инструмент, который действительно вам больше всего нравится, который вы сами захотите разбираться. У меня был случай, когда я начал видеомонтажем заниматься, я изучал одну программу, в нее вник, а потом понял, что а зря я ее начал изучать, потому что функционал у нее тупиковый. То есть я уперся, и после этого не смог реализовать часть функционала, опять же. И перешел на программу, которая коренным образом отличается, потому что она уже более серьезная. Поэтому вот в вашем случае я тоже специально показал на примере самого простого несколько интерфейсов, из которых вы можете понять, что в принципе мне вот на начальном уровне этого достаточно, и я дальше не хочу углубляться. А кто-то скажет, а мне это очень интересно, и мне наоборот не нужно простым. Я лучше это время потрачу на изучение более сложного материала, чуть дольше, но при этом у меня будет функционал, да, в будущем намного шире. И я смогу опять же в будущем расти, не возвращаясь, да, на несколько шагов назад. Вот такая история. С вами был Александр, канал Есть Вопрос. Всегда стараемся для вас, чтобы вы экономили свое время и тратили больше времени на полезные дела. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень важно, что вы думаете, и оставайтесь с нами, подписывайтесь. Не забывайте, что каждый из вас молодец, если занимается саморазвитием и ищет всегда что-то новенькое. Всего доброго, пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok